На полигоне твердых бытовых отходов скоро появится специальный конвейер для сортировки мусора. Этот экологический проект таким у города Марату Тасмаганбетову летом представил Коржан Айсин. Место для стартапа выделили, выгодный заем предоставил фонд Дому. И вот теперь предприниматель готовится к запуску своего проекта. Как сейчас идут работы узнали представители партии Нуратан, депутаты Гурмаслихата и представители областной палаты предпринимателей. Денис Севков рассказывает. Пластик, бумага, жестяные банки. На этом складе тонны уже отсортированного мусора. Пока работу в ТО, в Торсырье выполняют вручную, но скоро процесс станет автоматизированным. Для сбора отходов в Петропавловске есть специальные пункты приема. У нас находятся 4 пункта приема в городе Петропавловске. Это в рабочем поселке, торговый центр «Сокол», торговый центр «Семейный», торговый центр «Корона». С 4 пунктов приема мы привозим пластик, пленку, картон, макулатуру. А на данный склад сортируем, прессуем, издаем заводы-производители. Каждый день население, горожане, организации привозят на пункты приема макулатуру, ненужные бутылки, канистры, которые являются у вас дома. Бытовую технику ненужную на пункты приема. Там принимаются, взвешиваются, рассчитываются с населением небольшими деньгами. Сотрудничает КРЖН Айсин с алматинскими заводами. В день рабочие ТО «Фторсырье» собирают до 2 тонн мусора. Каждый месяц отправляют в Алматы до 60 тонн. Как идет мусорный бизнес, интересуются члены партии «Нуратан», депутаты гор Маслихата и представители областной палаты предпринимателей. На втором блоке, на втором этаже будет сортировка порядка 10 человек. Будет дополнительно открыто новые рабочие места. Это в порядке 13 человек будет обеспечена работой. Вот этот сортировочный конвейер скоро появится на полигоне твердых бытовых отходов. На покупку и установку оборудования КРЖН Айсин потратил 20 миллионов тенге. Кредит оформил через фонд ДАМУ. Запустить конвейер на полигоне планируют через два месяца. Денис Севков, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК.